Запомните, старение в сети человека включается по одной причине. Эта причина называется вера. Вы приходите к врачу, вам говорят, это неизлечимая болезнь. И вам надо очень сильно теперь беречься, вам теперь зарядки нельзя, свежий воздух нельзя, а то нельзя, пятая дезинь нельзя. Знайте, что вам рассказали о том, что вы должны умереть. Потому что если вы поверите в эту философию, значит дальше только хуже. Понятно, о чем я говорила или нет? Допустим, я пришел к врачу, это всегда испытание, врач это всегда испытание, даже для врача. Я пришел к врачу, это было три года назад. И, понимаете, бывает такое в организме, что циклическое время может сильно заклинить какое-то место в организме. И тогда вот нужны лекарственные травы. Все вот эти вот лекарственные травы, иглоукалывание, массаж, все это означает перераспределение энергии, которая в организме есть. Понимаете, бывает так, что энергия есть, но она куда-то не идет. И у меня энергия перестала идти в левый глаз. И причина была, вот она, это компьютер. Ну то есть, я делал все, что нужно делать три года назад, я жил классно, активным образом жизни. Я пришел к врачу, у меня давление здесь 40. Это терминальная стадия глухома, здесь нормальная 20. И он мне сказал, ты должен теперь аккуратно жить, капай каплей постоянно в этот глаз, и утром, и вечером, как при диабете. Глухома – неизлечимое заболевание, ты уже себе никак не поможешь. И я начал задавать вопрос, как врач врачу, это доктор нам передо мной сидел. А я его спросил, я на голове стою по 10 минут, можно? Он говорит, ты че, дурак что ли, у тебя глухома, в голове стоять по 10 минут. Слушайте меня внимательно. Потом дальше. Я спросил, я бегаю в 17 километров, можно? Ты че, дурак что ли, у тебя глухома? Я в прорубь купаюсь, можно? Ты че, дурак что ли, у тебя глухома? То есть, ничего нельзя. Я, когда вышел от врача, у меня было, вот смотрите, вы послушайте меня сейчас внимательно. У меня было два варианта пашкей. Первый вариант, я себя представил такой с повязкой. Ну, делаю все как надо, живу на светлой стороне. И второй вариант, я стал растением, которое он мне предложил стать. Потому что у него не было никаких решений для меня. Вот теперь слушайте меня внимательно. Я начал молиться, пришел в себя после этой консультации, потому что я растением быть не хотел. Я уже тогда понимал, что такое энергия смерти, энергия жизни. Он мне забрал энергию жизни. Хотя он хороший человек, я его ни в чем не винил. Он хотел как лучше. Я купил себе аппарат измерения гладного давления. Просто мне надо было разобраться в этом. Побежал в 17 километров. Время бега я мерил давление. Норма. Встал на голову. Прямо стою на голове. Мне померили головное давление. Норма. В парную я проверил глазное давление. Норма. В ледяной воде я померил глазное давление. Норма. Когда я поработал с компьютером, полчаса сорок. Интересно вам это все узнать? Теперь мне нужно было с этим что-то делать. Я не могу. У меня прием по компьютеру идет. Я вам сейчас рассказываю, как человек должен бороться за свою жизнь. Я начал молиться. Я врач, понимаете? Я могу научиться от себя вылечить. Я начал нащупывать, какой выход. И я узнал, понял в молитве, что вот здесь, через это ухо, можно убрать давление. Я начал искать, ну, я, у меня специалист по иглокам. Я начал ставить кнопки, начал ставить иглоки. Только все напрягало глаз. Потом я понял, что нужно что-то мягче. Я нашел зону, которая связана с этим глазом вот здесь вот. Хотя это не описано уже, это мои уже разработки. Это не описано в трактатах. В трактатах вот здесь зона с глазом. А я нашел ее вот здесь, сверху. И дальше я себе начал подбирать семена и увидел, что некоторые семена расслабляют глаз. Я подобрал себе 9 семян, которые регулируют все функции глазного давления. И не только, а вообще работы глаза. И 3 года уже никаких капель, никаких проблем. У меня никогда не повышается давление, даже если смотрю в компьютер. Я нашел метод лечения, который забыт людьми. Мы исследовали 3 тысячи семян. И нашли закономерности на все болезни. Сейчас мы ставим большинство болезней эти семена уже. Потому что я так сначала на себе проверил, потому что я таким образом побеждал смерть. Она побеждает с помощью знаний. Но знание начинается, когда ты не согласился с жизнью без движения. Понимаете? Я хотел жить дальше и в результате победил вот эту болезнь. Понимаете? То есть она есть, она живет. Я потом узнал, что мой дед тоже ослепл точно так же в этом же возрасте. То есть эта болезнь мне была дана уже с рождения. Но она меня не скосила. Потому что даже если человек не может ничего сделать со своей болезнью и ведет здоровый образ жизни, такое возможно. Даже в этом случае Бог ему даст врача, который с помощью иглоукалывания, или с помощью краб, или с помощью массажа, или с помощью гомеопатии сможет выровнять энергетические потоки. Лечение возможно только в здоровом теле. Здоровое тело означает наполненное энергией природы.